приветствую всех танкисты и танкистки на моем канале меня зовут александр джаггернал может вы раньше и слышали мое имя мой ник но для кого-то как бы это будет впервые это имя еще неизвестно я играю в танки около трех лет имел различные титулы звания вот и сейчас как бы решил возобновить съемки л.п. делаю я это сейчас на восьмом сервере на карте александровск как ни странно это самая первая карта в нашем списке буду я сегодня играть на сочетании мамонта вулкан м3 вот и в краски и протиджи краску дня сразу скажу прокачана на несколько ходов для гроба то есть у меня бывало так что меня очень сильно мучили громики в определенный момент вот ну и я как бы решил а почему бы не прокачать играть мы будем в обычной битве но нарить особо не будем потому что у меня и нечем в принципе то есть будем надеяться что в дальнейшем я как бы буду играть прокачивать свой аккаунт там как-то кристаллики туда зарабатывать вот и все в общем то будет у меня окей с битвами вот ну а пока что немножечко с вами побеседую почему я выбрал именно это сочетание потому что у многих летсплещиков нынешних как бы я как за таковыми слежу сочетание как обычно очень такое резвое быстрое то есть там харнет какой-нибудь там жига в общем такое динамичное сочетание танка вот а я же выбрал почему момента вулкан то потому что мне это сочетание больше всего нравится вот ну и в принципе как бы никто на него обзор не делал а почему бы мне как бы не сделать и не рассказать немножечко про тактику хорошо когда за вас будут играть несколько резин то есть почему я именно отдел краску не от допустим от сгорания когда допустим не окончится баллон я начну самую себя как бы это пепелить вот я дел против это потому что как бы рельса она дает самый большой разовый урок ну помимо еще молота но молотом и как бы близко так сильно ну подпускать не будем а рельса она может по нам дать хорошенько издалека и не как бы от нее именно самое важное иметь как бы ну такую вот защиту так вот с нами рядом есть еще жига это очень хорошо потому что вот она таких близких дистанциях против смоки она нам будет очень хорошо помогать то есть вот видите она нас выручил тут нам еще и помогла релька вот и в общем то хорошо мы едем дальше конечно плохо что они периодически вот так вот нас будут толкать она сейчас это же смог и сольет ну да ладно 43 пока у нас счет положительный это с учетом того что играем ну практически без нары если бы у меня была д дашка вот ну как-то исход может быть был бы и другой потому что тут мало у кого есть резист от нашего вулкана и как бы мы бы с ним смогли бы дать жару если бы у нас была бы определенная подготовка панари а у нас так как ее нет вот смотрите даже игрок оделся так же как и мы ну ладно раз он включил д дашку я включу броньку хорошо что нас лечат изида а главная ошибка этого молота он бил меня они и зит то есть моя жизнь напрямую зависела от жизни зита так как они меня лечили актуальнее было бы слить изначально их а не меня вот да и вам как бы советую изначально сливать самых таких слабых врагов то есть не из-за того что как бы мы получим фраг это знаете это как бы тактически будет правильная правильная тактика потому что чем меньше мы будем получать урона то есть вот допустим будут стоять два танка один на васпике но с молотом а другой на мамонте но с громом нам опять же нам будет хуже получать урон от молота потому что у нас нет от него резиста вот и потому что но этот танк как бы будет слабее намного вот и как бы проще и легче убить будет вот это у молота а потом уже браться за мама-то гром вот ну как мне кажется это будет одна из лучших тактик а счет у нас 95 понемножечку мы набиваем свою п скоро будет 2 и 0 точно так же как и танки так вот у нас там и зитка сейчас думаю мы ее сольем но я же слить ее хотел да все таки мы ее слили но опять же сам уничтожить и счет у нас стал 96 и уп ухудшилась да да ребята но вот в чем минус еще вулкана он как бы это когда мы догораем мы как бы забираем у себя один фраг так как плохо рядом нет и зит а наши соперники и при при всем при этом еще и умудряются нарить да ну конечно этого же делать никто не запрещал но как-то как-то это слегка нечестно мы вроде пытаемся на честных этих на честных правилах играть там вы не нарите и я не нари так вот смотрите мы перевернули у нас молота и меня убили так ну уп у нас близится к одному это это плохо ребята это это не есть хорошо так по флажкам у нас идет пока счет 0-0 как странно мы прошлую битву отыграли 6 1 в нашу пользу когда мы играли за красную команду то есть но я это как бы не записывал вот но такой счет был а пол битвы у нас тем временем прошло ну ладно ребята то ли еще будет как бы вот у нас смотрите уже везут флаг я думаю доставят то есть я надеюсь прям на своих тиммейтов так вот у ю ю ю ю ю сейчас же смока убьет так да вот доставляет флажок все отличненько счет 1-0 в нашу пользу хорошо что тиммейты затащили как мы видим они у нас рубятся на нари вот ну а мы так знаете таких немножечко на хлебников роль исполняем особо так но урон команде не приносим ну с одной стороны как бы большая часть противников отвлекается именно на меня потому что мы видим сколько у меня друзей то есть я сейчас не буду заходить и хвалиться у меня как бы там у кого 25 тысяч друзей в танках вот вот как бы именно думаю это и играет главную роль почему они отвлекаются на меня как как я и говорил я до этого снимал танки и имел кое-какую известность вот советую как бы ознакомиться с этими видеороликами кому интересно кому не интересно просто смотрите эти это эти ролики будут как-то нового формата вот что я вам скажу а кто хочет также поиграть на вэсплее опа мы взяли флаг кто хочет также появиться в летсплее можете добавить меня в друзья я добавляю ребята абсолютно всех вне зависимо от званий а вдруг вы допустим там сегодня или завтра прокачали звание и уже можете со мной играть вот я все равно как бы добавлю будь у вас даже новобранец или что-то что-то еще так вы слушаете вот видите пулемет этот хорошенечко меня поход сал о я думал меня сейчас сольют мне срочно нужна и зида и зида сзади со всех сил пытается меня лекать ну ладно пока у нее это получается ладно скушаем броньку на всякий случай вот видите как меня очень хорошо сопровождают давайте-ка флажок отдадим и зиди она меня очень хорошо лекала без нее я бы не доехал бы до середины карты вот думаю она это поняла нашу благодарность ну вот и будет нас также лечить и в следующей доставке так аха у нас еще один флаг мы взяли а нет уже потеряли так давайте-ка включим вот смотрите вот вот этот вот вулканчик нам очень хорошо мешал так давай сейчас мы вот тут подождем не дадим ему по нашим союзникам палить вот так вот ребята не пытайтесь рваться как бы на поролом а старайтесь как бы нанести максимальный урон по вражеской команде потому что если как бы вражеский танк проехал мимо вас он по-любому встретит какого-нибудь слабого танчика и убьет его вот а это как бы ну плохо будет вот лучше дать ему по нему какой-то определенный урон чтобы ваш слабый танк смог его как бы ну разместить так а сейчас мы берем д дешечку ну и все как бы у нас начинается тут танцы как я это все называю когда я на наре я это называю мы танцуем так вот как бы есть а смотрите-ка на базе-то на их не никого и нету вот печальненько я думал сейчас тут поразношу всех уюю смотрите мне опять отдали флаг это это хорошо с одной стороны но это очень плохо потому что у меня мало хп надо как-то отстреливаться могут у нас братишки на наре наши тиммейты они думаю как-то меня подхватит в случае чего если я потеряю флажок так-то он жига так вот смотрите как меня в аспекты очень так доблестно прикрывает васбек прикрывает мама-то впервые я такое вижу ну хотя чё я вру не впервые у меня такой был 16 10 у нас счета давайте-ка возьмем не трушку так флаг наш пока на месте пока ничего так ага вот вот смотрите на так хори реле на фуке давайте-ка мы сейчас вот тут встретим вот видите она не вылазит потому что она боится и в это время и потихонечку добивает молот вот в общем то тоже такая небольшая тактика как вы поняли я сейчас играю вообще абсолютно без связи то есть у меня нет никаких игроков подключенных вот и как бы ну нашей команде будет чуть-чуть сложнее так усарить видите жига и и надо перернуть потому что не полной жизни плюс еще она на наре вот видите мы перевернули и все как бы она сейчас нас отблагодарить как бы ну убьет пару-тройку врагов потому что опять же повторюсь аджик тут но резистов мало у кого есть в принципе как и от пулемета вот видите вот это жига она даже нарить начала видите и кроет нашего флагоноса вот тут как бы вот так вот тут знаете все взаимосвязано то есть любой ваш поступок как бы сказывается на исходе то есть вот я перерыву жигу она сейчас до сих пор на вражеской базе и как бы очень хорошо раздает урон по вражеским танкам так а тем временем у нас еще одна доставочка и того счет 30 в нашу пользу так давай сейчас посмотрим на табу команду у нас более-менее уравновешен то есть как и есть high level и как за нашу так и за их не команду вот и в принципе по комплектации по наре как бы думаю равномерно на ряд и те и те так хорошо что я взял аптечку я как бы встретился сейчас с жигой колецом к лицу вот и весь основной урон весь основной баллон получил именно я так давай сейчас постреляем афкшников набиваем фраги у ее я красный а сзади никого нету ой ну ладно я сейчас догорю все-таки так ага вот у нас зашел рикошетик рикошет у меня кстати тоже есть даже м4 в прокаченный вот думаю следующий летсплей буду я играть на нём так давайте ка вот тут постреляем вот видите не вылазит боится релька видите это реально прожженная но мы все равно и и убили ну я думаю понятно почему она не вылазил потому что не было очень мало хп так давайте вот поэтому урон нанесем да в любом случае он ведь он появился и сделал самоуничтожение это минус вран вот то есть как бы минус один танк мы сделали на какой-то определенную секунду а у нас опять смотрите доставочка идет очень хорошо так он наверное хочет мне отдать флаг но нет мне не надо я как бы если я захочу я сам его принесу и даже если я сам принесу я как бы отдам этот флаг визите потому что я в любом случае уже генералисимус и как бы мне и опыт и кристаллы ну не особо нужны ну насчет кристаллов то я немножечко приукрасил кристаллы нужны всем тем более у меня гараж не м4 как бы ну не полностью м4 и еще есть куда стремиться но все же как бы я советую как бы ну кристаллики отдавать более-менее таким слабеньким игрокам вот которые ну как бы играют вроде с вами наравне и как бы ну какой-то вклад имеют в этой битве то есть вносит как бы я предпочитаю делиться вот у нас еще одна доставочка 60 пока счет даже лучше чем в прошлой битве был так вот давайте давайте сейчас у нас самая главная задача да вот мы дали определенный урон по этому танку и сейчас жига вернет буквально на последних хп у нас как бы хоре жига м3 краски пройдет же возвращает вожок так вот видите хоре релька надо по ней немножечко нанести урон да ну чуть-чуть мы нанесли а у нас тем временем пошел конвейер счет уже 70 так давай сейчас мы послеваем тех что на мосту так а на мосту уже наши сливать некого ну вот так вот ребята разнос у нас полностью 30 секунд до конца боя вот тут у нас заходят смока у ю ю ю ю ю опасно вот да ребята мы внесли вклад сейчас вернут флаг не вернут а доставит вот я что хотел сказать я как бы перевернул смогу у смоки были все шансы как бы слить нашего тиммейта и как бы доставить флаг не доставить а вернуть при прекратить нашу доставку но нет ребята видите а с помощью своего вулкана м4 которым я вкачан на отдачу вы как бы это предотвратили 325 кристаллов я заработал ну что же ребята подписывайтесь на канал ступайте мою мою личную группу вот а с вами был саша джаггернаут увидимся в следующих летсплеях